А вы любите с пьяными людьми общаться? Нет, я не пью. А когда это закончилось? Лет 12. Ну, то есть я могу выпить стопку. Я совершенно себе в этом не отказываю. На мой вес это немного. Но я забыл... А почему стало неинтересно? Это не стало неинтересно. Я столько раз рассказывал эту историю. Это привело к тяжелым последствиям. То есть я стал по утрам испытывать страх иррациональный. И мне Аксенов сказал, что это у тебя от недостатка серотонина. У тебя этот серотонин расходуется слишком сильно накануне. Поэтому либо ты будешь пить ингибиторы захвата серотонинов, то есть медлителя, либо ты просто бросишь пить. Я бросил пить. Знаете, такое облегчение сразу. И страх пропал, и ипокондрия пропала. Я просто перестал от этого получать удовольствие. Мне Аксенов тот же сказал, что после 50 можешь начинать опять. Но я уже так отвык. Я одного боюсь. Вот Углов никогда не пил, дожил до 104 лет. И умер, в общем, по глупости. Потому что ему наркоз общий дали, а он не был к этому готов. И вот я думаю, не слишком ли я воздерживаюсь от спиртного. Какое-то количество, наверное, для здоровья нужно. Но я уже забыл по-настоящему, когда я пил спиртное. А вспомнил. Я в Кракове на конгрессе по Конраду выпил 100 грамм желандковый. Но это нельзя не пропили. Это очень вкусно. И как? Никак. Вкусно. И все, и больше? Ну, это 100 грамм. Какой вы хотите эффект? Настойка 20 градусов. Ну, я от 100 грамм становлюсь абсолютно мухой. Это будет потому, что маленькая. Вы мало весите, а я вешу много, и для меня это мертвому припарки слону дробина. Я забыл, когда напивался. И надо вам сказать, что стало легче жить.